Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы продолжаем говорить про умножение. Предыдущие ролики вы можете найти в плейлисте, который так и будет называться «Умножение». Давайте вспомним, что же такое умножение. Умножение – это математическое действие, это сложение одинаковых слагаемых. Посмотрите, например, по 3 взяли 4 раза. Чтобы не писать длинный пример 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3, этот пример заменяют умножением. По 3 взяли 4 раза. По 3 взяли 4 раза, получится 12. Давайте выполним несколько заданий по этой теме и будем изучать новый материал. Первое задание. Нам нужно в каждый пример вписать ответ. Вы записываете в тетради 5 умножить на 2. Что это значит? Это значит, по 5 взяли 2 раза. 5 плюс 5 равно... И сюда вы должны записать ответ. 5 плюс 5 равно 10. Далее вы выполните самостоятельно, а потом мы проверим. Проверяем. По 2 взяли 6 раз 2 умножить на 6. Знак умножения – это точка. Заменили умножение сложением. По 2 взяли 6 раз 2 плюс 2 плюс 2. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и плюс 2. По 2 взяли 6 раз, получилось 12. У кого так же, поставьте плюсик. Вы молодцы! Выполняйте следующий пример, потом проверим. 4 умножить на 3. Что это значит? По 4 взяли 3 раза. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4. Значит, 4 умножить на 3 получится 12. У кого так же, поставьте плюсик. Вы молодцы! Молодцы! Работаем следующее задание. Нам нужно соединить линией каждую пару выражений с одинаковым значением. Я буду соединять линии, а вы будете писать в тетради. Запишите 2 умножить на 5. Что это значит? Это значит по 2 взяли 5 раз. Поставьте знак равно и запишите 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и плюс 2. Далее выполните самостоятельно, а потом проверим. Проверяем. 1 умножить на 4. Что это значит? Это значит по 1 взяли 4 раза. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. 3 умножить на 5. Что это значит? Это значит по 3 взяли 5 раз. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 и плюс 3. Получится 15. Молодцы! Кто выполнил так же, поставьте себе восклицательный знак. Вы молодцы! Выполним еще одно задание. Здесь нам нужно заполнить пропуски в примерах, выбрав из каждого списка подходящий знак. Я знаки буду выбирать, а вы записываете у себя в тетради. 5 здесь 2 равно 5. Здесь знак пропущен. И еще 5. Что это значит? По 5 взяли 2 раза. Вместо слова взяли я использую точку. Математический знак умножения. 5 умножить на 2. Что это значит? Это значит по 5 взяли 2 раза. 5 плюс 5. Выполните дальше самостоятельно, а потом проверим. 4 умножить на 2. Это значит 4 плюс 4. По 4 взяли 2 раза. У кого так же, поставьте плюс. Смотрим на следующий пример. 6, 6 и 6. 6 плюс 6. Плюс 6. Это значит, что по 6 взяли 3 раза. Вместо слова взяли мы используем знак умножения. Молодцы! Посмотрите, как красиво вам написали первым слово. Молодец! Работаем дальше. Сосчитаем, сколько сапог на рисунке. Их удобнее считать парами, то есть по 2. Мы повторили число 2 4 раза. То есть взяли его как слагаемое 4 раза. Поскольку слагаемые одинаковые, примерно сложение можно заменить примером на умножение. 2 умножить на 4 получится 8. Решим пример 2 умножить на 3. При умножении число 2 повторяется 3 раза. Получится 6. Чтобы умножить 2 на другое число, нужно повторить 2 столько раз, сколько показывает второй множитель. В этом примере 2 нужно повторить 6 раз. Получится 12. Решим пример 2 умножить на 5 прибавить 4. В этом примере 2 арифметических действия. Действие умножения всегда выполняется первым, а действие сложения или вычитания — вторым. Сначала умножим 2 на 5. Получится 10. А затем к 10 прибавим 4. Получится 14. Решим пример 2 умножить на 7 отнять 6. В этом примере тоже 2 арифметических действия — умножение и вычитание. Действие умножения выполняется первым, а действие вычитания — вторым. Сначала умножим 2 на 7. Получится 14. Затем от 14 отнимем 6. Получится 8. Решим задачу. Пуговица стоит 2 рубля. Девочка купила 5 таких пуговиц. Сколько денег она заплатила? Запишем кратко условия задачи. Одна пуговица стоит 2 рубля. Всего девочка купила 5 пуговиц. Нужно узнать, сколько денег она заплатила. Давайте выполним решение этой задачи. Одна пуговица стоит 2 рубля, а девочка купила 5 таких пуговиц. Мы заменим действие сложения действием вычитания. По 2 взяли 5 раз. Возьмем по 2 рубля 5 раз. Получится 10 рублей. Запишем ответ. Девочка заплатила за пуговицы 10 рублей. Задача решена. Сейчас нам нужно будет выполнить задание письменно. В каждый пример вписать ответ. 2 умножить на 8. Что это значит? По 2 взяли 8 раз. Второй пример. 2 умножить на 6. Что это значит? По 2 взяли 6 раз. И 2 умножить на 3. Что это значит? По 2 взяли 3 раза. Сосчитайте, сколько получится, записав примеры. Сначала запишите пример на умножение, затем поставьте равно, перепишите пример на сложение, сосчитайте и запишите ответ. А потом проверим. Проверяем. По 2 взяли 8 раз, то есть 2 умножили на 8, получилось 16. Если у вас 16, поставьте плюс. 2 умножить на 6. По 2 взяли 6 раз, получилось 12. У кого 12, поставьте плюс. 2 умножить на 3. По 2 взяли 3 раза, получилось 6. У кого также, поставьте себе восклицательный знак «Вы молодец!» Выполним еще одно упражнение. Нам нужно каждому выражению подобрать его значение. Выполните примеры на умножение, а потом проверим. Если вам сложно выполнять примеры на умножение, то поступайте, как в предыдущем задании. Заменяйте умножение сложением одинаковых слагаемых. Решайте, потом проверим. Проверяем. 2 умножить на 7. Это значит, по 2 взяли 7 раз. По 2 взяли 7 раз, получится 14. У кого 14, поставьте плюсик. 2 умножить на 4. Что это значит? По 2 взяли 4 раза. По 2 взяли 4 раза, получится 8. 2 умножить на 3. По 2 взяли 3 раза, получится 6. Если у вас так же, ставьте плюсы. Последний пример. 2 умножить на 8. Что это значит? По 2 взяли 8 раз, получилось 16. Молодцы! Кто выполнил все примеры правильно, поставьте себе восклицательный знак. Вы молодцы! Выполним еще одно задание. Нужно сравнить и выбрать подходящий знак. Сравнить – это значит, поставить знак больше, меньше или равно. 2 умножить на 5. Одно выражение. Другое выражение. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и плюс 2. По 2 взяли 5 раз. Значит, эти выражения будут равными. Далее самостоятельно выполните следующие 2 сравнения. Потом проверим. Проверяем. По 2 взяли 6 раз. 2 умножить на 6. С другой стороны 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и плюс 2. То есть, 2 взяли 5 раз. Если мы 2 возьмем 6 раз, то значение будет больше, чем мы 2 возьмем 5 раз. 2 умножить на 7. Проверяем справа. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и плюс 2. По 2 взяли 8 раз. В левой части 2 умножить на 7 значение будет меньше, чем 2 восемь раз. У кого выполнено так же, тот молодец. С вами вместо репетитора была Елена Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне очень приятно, когда вы пишите хорошие комментарии. Ставьте лайки. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. Всего вам самого доброго. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok